...боевая машина в СИЗО «Град». В Казахстанской и Авдеевке в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 991 раненых более 75 тысяч. Об этом сообщил президент Раджеп Таип Ардаган. По его словам, это самое разрушительное землетрясение после катастрофы 1939 года. Крайнеуправление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Турции отметило, что из зоны катастрофы эвакуированы более 80 тысяч человек. Будущее зерновой сделки будет зависеть от того, как правило, снижение Россия, и их ее составных, по этому рассказал российский пост предприемом в России в Немене. Россия неоднократно заявляла, что положение, касающееся экспорта украинского продовольствия, исполняется, тогда как российская часть сделки до сих пор не реализуется. Правящая партия Молдавии, Евгения и Солидарности готовы сформировать новое правительство после отставки премьера страны Натальи Гаврилицы. Об этом заявил глава парламента Игорь Гроссу. Он поблагодарил премьера за самоотверженность и усилия на посту премьера. Ранее Гаврилица заявила, что уходит в отставку. В этом году правительство вместе с премьер-министром автоматически в отставку. Уходит и встал. В данном случае, в одиночестве нет для России. Закрыто. Об этом заявил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...